Криптовалютный рынок Я считаю, что можно сказать, что консолидация продолжается То есть после сильного роста, который произошел в последние месяцы Сейчас идет консолидация, конечно, волатильность достаточно высокая Но в целом я считаю, что в широком диапазоне продолжается движение цен криптовалют Однако, если посмотреть, например, на сайт TradingView Я хочу сегодня упомянуть, что индексы американские Они достаточно хорошо развиваются в последнее время В отличие, можно сказать, в известной степени от криптовалют У них исторические максимумы Имею в виду у индекса Standard & Poor's То есть если кликнуть на график Standard & Poor's То есть я сегодня именно на эту тему поговорю Не буду говорить о криптовалютном рынке Просто делаю такое сравнение Потому что сейчас, когда идет ультрамягкая денежная кредитная политика Со стороны центральных банков по всему миру Цены на финансовые активы поднимаются Но мы знаем, что криптовалюты пока еще не перешагнули Свои исторические максимумы Которые были достигнуты в 2017 году в декабре А вот Standard & Poor's практически находится уже на новом историческом максимуме То есть вот он практически график на месячном таймфрейме Видно, что он практически все время идет вверх Конечно, есть периоды волатильности Но вот на месячном таймфрейме здесь видно, что После вот этого снижения, которое началось в феврале Когда началась вот эта коронавирус-ситуация Конечно, на фоне вот этого движения упали и криптовалюты Потом в марте начался отскок Да, большинство криптовалют также перешагнулись Вот эту вершину, которая сформировалась в феврале Но они не находятся на исторических максимумах Даже давайте я сейчас с целью, просто для сравнения Покажу график биткоина И мы, конечно, увидим, что вот исторический максимум Практически достаточно высоко по сравнению с текущей вершиной Хотя она находится выше вот этой февральской вершины Которая практически вот она здесь на индексе Standard & Poor's И здесь видно, что идет череда свечей Месячных свечей, у которых и локальное минимум повышается И локальное максимумы То есть, по сути, вот этот бычий сигнал Который я периодически освещаю По Standard & Poor's сохраняется То есть здесь ничего такого негативного Пока на данный момент не ожидается по индексам Конечно, если перейти к недельному таймфрейму Или к дневному таймфрейму Здесь хорошо виден вот этот обратный Или расширяющийся симметричный треугольник Вот он практически этот треугольник Симметричный треугольник И на основе этого треугольника Можно предположить, что Рано или поздно, если он будет Останется эффективным Сейчас график где-то еще подскочит И потом развернется То есть, по сути Однако, может произойти прорыв То есть, этот обратный симметрический треугольник Достаточно сложная фигура И чисто статистически Нет такой надежной информации Что в основном выходы идут вверх или вниз Но линии, верхняя линия и нижняя Достаточно такие эффективные Так что, стоит сейчас наблюдать Будет ли сталкиваться Standard & Poor's сопротивления Просто я хотел это упомянуть Но еще раз, здесь, несмотря на вот этот Симметрический перевернутый Или обратный треугольник Исторический максимум Было бы хорошо, если ультрамягкая Денежно-кредитная политика Которая проводится центральными банками Спровоцировала и рост на криптовалютном рынке Если посмотреть на такой индекс Price to earnings Или цена К прибылью То может быть в известной степени Текущий уровень достаточно высокий Здесь 30 Вот Median и средняя 15 Median 14.83 В целом мы все-таки должны понимать Что сейчас ставки на достаточно низком уровне И поэтому этот индекс По историческим данным Может быть чуть выше И все равно быть нормальным уровнем Для индекса Вот уже это очень высокие зоны Когда акции перекуплены По этому индексу На данный момент Я не считаю, что этот индекс Price to earnings На исключительно высоком уровне Который говорит о Значительной перекупленности Я считаю, что это вполне нормально При низких процентных ставках По всему миру Тем более, что если посмотреть На динамику экономик Стран по всему миру Вот я сейчас показываю Те данные, которые выходили Во второй половине августа Ну, в конце августа В последние дни августа Здесь видно, что эти индикаторы Достаточно хорошие То есть экономика в Европе В США улучшается Вот, например, немецкая экономика Производственный сектор Здесь видно, что впервые За последний год или полтора У нас положительный индикатор Выше 50 То есть производственная сфера В Германии потихонечку Начинает выходить из этой стагнации В которой находилась полтора года Если посмотреть на сферу услуг Вот она практически Вот эта рецессия Или падение Резкое падение Которое было во время Разгара вот этой коронавирус-ситуации Когда она началась Имею в виду в марте В апреле И тогда экономика ухудшилась Оказалась вот эта В-образная Или В-shaped рецессия Здесь начинается потихонечку отскок Так же выглядит европейская экономика Вот выход производственного сектора Европейской экономики Вот виден рост в уровне последние Выше 50 После вот этой ямы Так же практически И сфера услуг начинает возобновляться Если посмотреть на США Тоже практически Американская экономика По индикаторам IHS маркет Вот те, которые я показывал Выглядит вполне прилично Вот практически Сфера услуг Например, если возьмем Выходит из этой ямы Недавние ямы Производственный сектор Также выходит из ямы Если почитать на эти Практические исследования Давайте возьмем Последнее по США Здесь на самом деле Смотрите, что написано US Privacy Sector Показали или сигнализирует Очень мощный отскок В бизнес, деловой активности В августе Как и в производственном секторе Так и в сфере услуг И даже здесь видно Что это одно из самых Хороших значений индикатора С начала 2019 года То есть это не только С начала коронавируса Ситуации или неясности Это вообще с начала 2019 года Так что здесь достаточно Позитивные индикаторы На данный взгляд По глобальной экономике Будет интересно Если это продолжится Но если это продолжится Мне кажется Что позитив не сохранится Только на фондовом рынке Он перенесется Также потихонечку И на криптовалютный рынок Потому что Когда экономика улучшается Или там цены Допустим Повышаются разных активов Со временем Это подтягивает И другие перспективные активы Я думаю Что это В долгосрочной перспективе Будет благоприятно И для криптовалютного рынка Но это мое личное видение Так что вы можете Поделиться вашим взглядом В качестве комментариев Ниже этого видео Я конечно вам желаю здоровья Удачи на финансовых рынках Приятных выходных И до следующего обзора С вами как всегда В это время был AdCripSpa Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому